Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной рассе. Помните, пожалуйста, название травы, которую вы садите в пресвольный круг, деревья, конечно, мочи. Значит, садил. Дело в том, что у меня эта идея погибла на корню. Несколько лет густой шёлковый ковёр. Эх, показать бы вам фотографию. Да, не готова долго копаться, искать. Вот, густой шёлковый ковёр. Так, прекрасно размножается. Это порез по бегоносцу. Вначале требует ухода, как любое. Всё, что вы садите на грядку, надо же бороться с сорняками, которые могут забить. А так как быстро размножается, захватывает территорию, то год-два можно получить прекрасный газон, можно получить весь сад за рощей травой. Но у него потом оказался недостаток. Какой? У меня случались морозы бесснежные. И она уже прекрасная, я уже время потерял, я уже силы потратил. У меня такой крутейший, как густой ковёр под саду, который защищает бесснежные зимы от мороза. Вот. Прошла бесснежная зима, морозная. Что я вижу? Она вымерзла. Частично нет. И дальше пошла проплешинами. И наша песня хороша. Начинаю сначала. Я перестал ей заниматься. Постепенно она была всё-таки побеждена местной травой, без моей помощи. И я прекратил это дело. И у меня только первые годы, 15-20 летние, давности снимки. Там прекрасный ковёр. Я даже дёрном размножал. И сейчас он у меня ещё есть. Но уже отдельными островами. Больше я этим не занимаюсь. Почему? Потому что я не могу дать гарантию. Когда-то вымерзла с Ростова. Якобы растёт в пойменных лугах. А там всегда сыро. А там же каких, чёрт, морозов? Нет никаких морозов в Ростовской области. Как здесь. Когда земля каменеет. В общем, я с ней расстался. С сожалением. Потому что чудесная вещь. Где-то, может быть, она и пойдёт. Но больше я перестал её пропагандировать, её размножать и продавать. Ещё опыт про полицию в бегоносстве. Посадила большую грядку. Столько норм машинных. Столько норм машинных было в этой грядке. Из неё они делают гнёзда на зиму. Зато они были не голодные. И саженцы не съели. Вот что интересно. У меня есть фотография. Конечно, искать надо минут 20-40. У меня там тоже пришла весна. И вся вот эта вот моя полиция по деревьям была изрыта. Прям буквально. Такое ощущение, что это был машинный год. И никто не тронули ни одно. Но это не значит, что она безопасная полиция. Да, полиция по бегоносцу, а как дёрн. Или вообще любой дёрн, польза гигантская. Без него нельзя. Сады должны быть задернены. А что делать с мышинами? С мышами? Ведь мы же создаём для них оптимальные условия. Да, мы бережём с помощью дёрна, мы бережём моих любимых муравьёв. Это плюс. Но и мыши тоже. Одно дело, возьмите картофельное поле. Почему там мыши не живут? Я говорю, зачем какие-то там ножи могут быть? Они с голоду сдохнут. Если даже нож-то наделают. А по дёрнам и безопасности, их труднее заметить этим коршуном, лисам, которые умудряются подачам садам шарить. И рисы тоже шарят. Значит, получается, что первые 5-6, бывает 7 лет. Если плохо растут, то пока задубеют кора. Как хотите. Защищайте искусственным путём. Я когда-то, когда в большой сад садил промышленный, дёрг этим рубероидом закрывал. Этим самым. На зиму. Вот. Или отпугивайте. Или травите. Как хотите. Но всё равно, по левице я всё-таки уже не пропагандирую. На задернение. Обязательно. Обязательно. А мыши защищайте их другими способами. Не такими, что вокруг. Если сделать, как вот эта дама учила, вокруг кружочек, как она сказала, да за его, за это самое, ещё и протяпывать, да, это, конечно, шансов. Потому что мышь боится на скрытых пространствах улезти. Но пусть она и не переживает про мышей тоже. Закроют снегом, и мыши наделают снегу нор. И абсолютно будучи безопасны от коршуна, от сокола, глядь этих, и прочих лис, они спокойно доберутся до, им голодный год, спокойно доберутся до штамба. Свеженького, зелёненького. Витамины. Поэтому от мышей защищаться надо, но более современными способами.